Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканале ТНТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальман, вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии, как всегда, замечательные гости – журналисты Илана Михаэль и Лазарь Данович. Добрый день. Добрый день. Вот если бы я попросил вас, скажем так, представить нашим телезрителям рейтинг подлых, наглых, низких, циничных поступков израильских политиков, какое бы место вы отвели вот этой истории с переманиванием ликудом эфиопского молодого человека из списка Кахули-Лаван, где он был в блоке Кахули-Лаван, где он был на 33-м, по-моему, месте, а ликуд ему аж подарил с барского плеча 20-е место. Так какое место Илана? Ну, во-первых, надо сказать, что он отнюдь не является пионером-первооткрывателем в этой сфере. Израильская политика богата примерами, весьма скандальными, весьма неприличными. Я не буду сейчас останавливаться на отдельных лицах, которые перебегали иногда из одной партии в другую, а потом из другой в третью, и такое мы знаем. Поэтому в этом смысле и в четвёртую бывало, да, как удобно, как выгодно и так далее, да, поскольку идеология как таковая, она, судя по всему, постепенно вообще исчезает с политической арены, и на место ей приходит, собственно говоря, личный интерес, где потеплее, где поприятнее, где больше шансов продвинуться, туда я и пойду. Правая, левая, зелёная или красная, это вообще уже больше, по-моему, не имеет никакого значения. Поэтому поступок уважаемого представителя эфиопской общины у меня лично никакого удивления не вызвал. Что меня рассмешило, это то, что будучи когда-то членом партии Ликуд, где он, по-моему, занимался общественной деятельностью как минимум лет 10, и будучи яростным критиканом самого Натанияу и вообще политики Ликуда по отношению к эфиопской общине не дали, как месяц назад он всячески выражался в интернете на тему того, что Ликуд забросил эфиопскую общину, а за деньги нас не купишь, и тут оказалось… Что нам не казалось, это не деньги, конечно, это не деньги, это ему дали возможность позаботиться о нуждах и чаяниях общины, которые он представляет, не на 33-м месте, а на 20-м. Поэтому его поведение абсолютно объяснили. Окей, это будет следующий вопрос, Лазарь, твой рейтинг? Ну, я тоже хотел бы, во-первых, эти вещи забываются, только помнится Мерседес, по-моему, больше ничего, да? Почему? Не Мерседес, а Митсубиши, извините, я плохо разбираюсь в моделях машин, еще хуже в тех, кого покупают за машины. Вот, а вот что касается этого последнего… А тех, кого покупают за должности? То же самое. Я хочу просто вернуться, поддержать Илану вот в раскрытии этого образа, в раскрытии образа гади Еваркана. Как только говорят «Еваркян» еще, такая смешная армянская фамилия. Не надо при армяной говорить. Нет, он «Еваркан». Он «Еваркан». 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 Тогда понятно, почему его пишут по-другому. Хорошо. Вот, смотрите, говорят, что еда – это израильский национальный вид спорта, да? А я считаю, что израильский национальный политический вид спорта – это все-таки легкая атлетика. И даже та ее дисциплина, которую очень многие любят, называется бег. С разными, так сказать, на разные дистанции. И вполне понятно, мы же знаем, что такое легионера, что такое привлеченные спортсмены выступать под флагом той или иной страны, не живущие в той или иной стране или переезжающие в ту или иную страну. Поэтому действительно у нас это естественным образом, я уже о спорте, что репатрианты очень обогатили израильский спорт во многих его видах и проявлениях. Русскоязычные и вообще репатрианты. Поэтому я считаю, что когда сильный клуб, в смысле большая партия, использует способного спортсмена, депутата, то это нормально, в спорте так делается. И у них есть своя цена, они за сколько-то покупаются и потом выступают за тот или иной клуб. Тем более, ну вот мы знаем, например, что вот такая перспективная, это как среди мужчин, так и среди женщин в легкой атлетике. Вот я в легкой политической атлетике. Я, например, могу привести пример, вот одна серьезная спортсменка из советской Молдавии, Тали Плосков, она успела даже за короткое время выступать за три клуба, за НДИ, за Кулану и теперь за Ликут. Так что, видите, это все... А уж Гаде, Еваркану, или как вы его называли, сам Бог велел. Потому что его историческая, его родина, то есть страна его исхода, она просто знаменита бегунами серьезными. Ну вот там Абибу Бекеле, помните, который пробежал босиком, босиком пробежал, две Олимпиады выиграл босиком. И что вы хотите? Наш Гаде, чтобы не быть голым боссом, тоже совершил вот этот вот мощный... Кстати, к ногам он, когда стал депутатом, он целовал ноги своей мамы. Да, да, да. Когда пришла, это в КНЕСТ. Ой, это отдельная тема. Это отдельная история. Да, да, да. Вот, ну вот чтобы не быть голым боссом, он побежал, вот совершил этот мощный спорт в последний день, в последнюю секунду, фактически. У него были сомнения, сможет ли он быть ни голым и ни боссом на 33-м месте. Да, поэтому я считаю, что все нормально, мы этот спорт знаем, спорт стыдный. Вот в отличие от высокого имени легкой атлетики госпожи, госпожи спорта, да, то есть царицы спорта, вот наша легкая политическая атлетика, она постыдна немножко. Знаете, это как в том, как у Хармса, как называется «Неудачный спектакль», да, рассказ, где выходили дети все время играть пьеску, и все икали. Вот, и в конце концов вышла маленькая девочка и сказала, папа сказал, что спектакля не будет, спектакля не будет, нас всех тошнит. Театр закрывается. Вот по поводу тошнит в какой-то степени, тоже я думаю, дело в том, что вот этот самый Иваркан несколько месяцев, в первый день, по-моему, даже работы Кнесета, осчастливил нас всех знаменитыми нападками на не на кого-нибудь, на министра культуры из партии, тоже Ликут, Мирио Регев, когда он называл ее террористкой. Вот как, Лан, ты как женщина это воспринимаешь, когда мужчина, который становится твоим однопартийцем, совсем недавно называл тебя террористкой. Соратник. Соратник, да. Как мать говорю, как женщина. Ну да, конечно. Ну, скажем честно, что госпожа Мирио Регев вполне может дать ему достойный ответ, еще и побороть его как следует. Поэтому я думаю, что Мирио Регев абсолютно не волнуется, она быстро ему закроет рот в случае необходимости. Кроме того, что их соратники, тоже никто там ни с кем не церемонится. И я полагаю, что чем дальше, тем меньше будут церемониться. А уж если случись и наш премьер-министр Бениамин Таньяо в какой-то момент покинет свой пост и начнется драка за лидерство в Ликуде, я думаю, мы станем свидетелями такого спектакля, о котором и Хармс не мечтал. Но это все в будущем. Спектакль или рынка, назовем так, в торговле. Ну, вы понимаете, ведь есть театр жизни, есть театр абсурда, это тоже имеет место быть, а есть театр жизни. И вообще, ведь лучшие произведения искусства, они же все основаны на каких-то без жизни взятых. Из жизни взятых и жизнепроверенными фактами. И в связи с этим я, конечно, не могу не упомнить замечательную речь уважаемого депутата, которую мы сегодня обсуждаем, на заседании, посвященном распуску КНЕС-21 созыва. Ему ведь посчастливилось в течение года получать зарплату, о которой многие могут только мечтать. А сегодня опубликованы цифры 45 тысяч. 45 тысяч шекелей. 15 тысяч долларов. Будучи депутатом 21-го созыва КНЕС-2 и 22-го. Из всего этого времени все вместе, включая его, они проработали реально полтора месяца. Но не в этом дело. Я не считаю деньги уважаемого депутата. Меня порадовало его выступление на пленарном заседании при распуске нашего парламента, когда он сообщил присутствующим, что вообще мало кто знает о том, что основоположниками сионизма были эфиопы, то есть эфиопские евреи. Потому что когда они под предводительством некого своего духовного отца впервые направились в поход в сторону Иерусалима через Красное море, который неудачно завершился, к сожалению, двухлетний Бениамин З.Ф. Герцель ползал еще на карачках, как он нам сообщил, и ничего о сионизме не знал. Ну и так далее, и так далее. Я вообще прочитала большое интервью. Интеллектуал, конечно. Да, и была поражена. Его также спросили, почему он поцеловал, публично упал на колени и целовал ноги своей матери, хотя, конечно, мать достойна всяческого уважения. Он сказал, что он хотел этим выразить необходимость побороть пренебрежение, которое испытывает израильское общество к пожилым людям. Потому что надо заниматься воспитанием общества и показывать пример, как надо уважать традиции и своих родителей. Ну, тут можно много чего еще, конечно, говорить. Немного. Можно мы добавим сейчас с лазерем еще. Дело в том, что известный израильский журналист Амит Сегель написал в своем телеграм-канале следующий «Еваркян» очень ценная, глубокая мысль, «Еваркян» очень ценное приобретение для Ликуды, поскольку на этих выборах в списках нет ни одного представителя эфиопской общины. Сегель считает, что «Еваркян» может принести Ликуду около 20 тысяч дополнительных голосов, часть из которых в апреле досталась Кохоль-Лавайн. У меня, Лазарь, к тебе вопрос. Можно ли, вот если брать простую арифметику, ну, я как выпускник физико-анитоматической школы все сразу начинаю считать. Дело в том, что по оценкам после выборов 21 КНЕС отговорили, что Талия Плосков принесла в партию Кулану порядка 70 тысяч голосов. Были такие оценки. То есть, Ликуд и Иваркян 20 тысяч собирается принести, он получил 20-е место. А это количество голосов в соответствии с местом по тысячам? То есть, если 10-е место, то 10 тысяч голосов? Вот об этом у меня как раз и вопрос. Получается, что в Ликуде эфиопов в 3,5 раза ценят дороже русских? Ну, во-первых, сама постановка вопроса, понимаете, вот эта святая вера в то, что удастся убедить читающих, глядящих и читающих и слушающих в том, что приведенный представитель той или иной общины, как бы вот этот на дудочке, приводит за собой... Сказки Андерсона, да. Сказки. Ставим, стаю крыс. Да. Вот я не хотел это слово произносить. Ужасная ассоциация. Особенно в начавшемся году. Вот. Но сразу приводит с собой абсолютно точно держащихся за фалды его фрака. Как бы, как их назвать? Страждущих. Нет, нет, нет. Одноязыких. Одноязыких. Или обоюдоязыких. Нет, вот. То есть... Это лазерь политкорректно. Это политкорректно. Я так вот... Потому что есть русскоязычные, видимо, там, амхары язычные и так далее, и так далее, да? Это ведь ложь. Это ложь. Потому что нет такого момента, что вот появилось имя, причем, вы знаете, вот когда появляется имя, то первое время отцы этой партии безбожно его коверкают. Потому что произнести ксание, касание, кусание, ну, не могут они просто, обратив себя к греческому языку, они, видимо, теряют дар речи. Но мы помним, как они называли в свое время беседников. Да. Вот, вот, вот. Поэтому, конечно, это все чепуха на постном масле. Вот, я очень горд, допустим, за Юлия и Зеева, да, в рядах Ликуда. Но я не уверен, что именно их рост, их продвижение, их персональный, их персональная политическая карьера привлекла массы до такой степени, что они ломились в дверь, не могли протиснуться, чтобы только отдать голоса Зеева. Имеешь в виду русскоязычные. Русскоязычные. Это не так. Так же, как вот сейчас, допустим, на место выбывшего посостояли… И в их личной шкале приоритетов, я думаю, русские сегодня не на первом месте. Абсолютно не на первом, их можно в этом деле понять, потому что они не русские, сделали их тем, кем они стали. Совсем не они. Да, стартовый какой-то был, конечно, но потом это совсем другая история. И вот на место обсужденного нами со всех сторон представителей эфиопского еврейства вошел наш с вами коллега военкор 9-го канала Андрей Кожанов, с чем мы его можем только так сказать поздравить и порадоваться за него. Ну почему не сказано было, что, а вот Андрей нам приведет, раз он военкор, он приведет полки русских просто. Это важно сказать. Тут же еще есть один нюанс. Дело в том, что вначале планировалась на это место совсем другая кандидатура. Да. И не он. Очевидно, все-таки в партии Кахул Лаван что-то смекнули. Ну надо бы русского какой-нибудь. Ну, смотрите. Секундочку, есть же развозок. Надо стиле ледения. Ну как же. Я не думаю, что это сыграло роль. Вообще-то у них в списке, по-моему, больше полста человек. У них там трое. Но это уже действующий, давно действующий депутат развозов, ныне появившийся Андрей Кожанов на фактически почти реальном, достаточно реальном 33-м месте. И где-то дальше есть еще там Владимир Беляк, которого тоже, помните, как его не мог вспомнить Бенни Ганс. У нас есть еще один русский, но я не помню его. Нет, это не Ганс. Не Ганс? А кто его не помню? Это его. Это был Перец. Амир Перец, он вспоминал, кто у него из русских на девятом месте. Прошу прощения у телезрителей, но я вполне себе представляю и такую ситуацию тоже. То же самое могло быть. Ты прав. То есть, есть третий и, понимаете, среди 50 депутатов, три представляют… Кандидатов в депутаты. Кандидатов в депутаты. Нет, там один депутат. Среди 50 представителей списка три представителя общины, скажем так. Они же так все это выдают. Как бы. Община, которая является каждым пятым жителем Израиля. Включитесь в эту пропорцию, проверьте ее. Такова ли она? Вот. Это во-первых. Во-вторых, это всего три человека на весь лево-центрический лагерь. Никогда уже, я уверен, если они преодолеют поочечаяние электоральный барьер, я имею в виду Мерец и Авода, который теперь называется как? Демократический лагерь. Да, лагерь. Лагерь. Там русских нет. Вообще нет. И не будет никогда в жизни. Они им не нужны, они им оперативнее, понимаешь? Вот. Последней на ОФ там была Ксения Светлов. И ее можно записать, так сказать, просто в книгу памяти. В книгу памяти русскоязычных членов Мерец, Авода и… Зато я хочу сказать, что девятый телеканал – это кузница кадров у нас политических. Замечательно. Я отдаю должное этому каналу и тем, кого он выковал. Вот. Но смотрите. Вот вам три человека из 50. Приведет ли каждый из них 70 тысяч? Если каждый из них приведет 70 тысяч. Вы же понимаете, что это будет? Это же будет просто наш Кнесет. Мы же его просто завоевали. Дай Бог. Так что это все А – для лукавого, Б – для легковерных. Это совсем не так. И потом. Или к этому я вернусь позже. И потом я не считаю, что… Верни сейчас, потому что у нас не так много времени осталось. А при всем прекрасном моем отношении к названным мной людям, я абсолютно не считаю, что я их выдвинул. Вот я – русскоязычный избиратель. Я их не выдвигал. Во всяком случае, большую часть из них никуда никогда не выдвигал. Они, как правило, не выдвиженцы, а приглашенцы. Секундочку, можно я вмешаю? Да. В твой монолог. Пардон, но ни в одну партию, в том числе в партию НДИ, которая как бы представляет русскоязычную общину, тоже никто никого не выдвигал. Эти люди назначались. Потом они уже избирались, но изначально они все назначались. Они все назначались. Хорошо. Соглашусь я только с тем… Видимо, извини, можно я это скажу? Да. Видимо, что-то есть в нас, в смысле, в представителях русскоязычной общины, что мы готовы идти на то, чтобы нас назначали. Мы готовы заслужить, чтобы нас назначили. Илана, тогда… Мы готовы вот что-то такое сделать, чтобы нас назначили. Мы не будем драться. Мы не будем бороться. В плане драться я не имею в виду бить морду. Я имею в виду драться за наше место под солнцем, как это делают представители той же эфиопской общины. Да? Мы не будем. Мы будем тяжело работать и ждать, чтобы нас кто-то… Это выбор. Это уже совсем другая… Другая история. Тогда можно сказать, что то, что ты сказал, это Панегирик в честь тех, кого упомянул Лазарь. Я имею в виду Юлия Дельштейна и Зеева Элькина. Потому что они свои места завоевали, не будучи назначены. Не спорю. Даже не спорю. Даже не буду спорить. Все равно самый главный стал принцип проникновения в так называемые народные избранники – это на кого упал глаз вождя. Более… И некое представительство профессиональное. Адвокат – хорошо. Он силен в законах и знает, куда вышло поворачивать. Журналист примелькался на экране. Давайте-ка почему нет. По национальному, по общинному признаку. Бизнесмен, спортсмен. Это мы обсудили. Бизнесмен – деньги, связи. Спортсмен – авось. Кто-то действительно вспомнит. И так далее, и так далее. Но никак не народ выдвигал этих людей. Они приглашенцы, они не выдвиженцы. Еще раз хочу вам сказать. Соответственно, мы имеем тот результат, который мы имеем. Вот мы и имеем тот результат, что это не наш, получается, парламент. А чей-то? Партийный. Я бы хотела только сказать последнюю фразу, что очень обидно, собственно говоря, что все эти назначенцы, именно потому что они назначенцы, их абсолютно не волнует, что происходит с этим народом. Потому что если бы у них была идеология, у них было бы ощущение, что они перед нами в ответе, то очевидно бы разные сферы нашей жизни здесь претерпели бы существенные изменения. А пока что вот в этой ситуации в последние дни, можно сказать, правительство, такой министр почти что самоназначенный смотришь транспорта, отменяет внезапно 40 автобусных линий по пятницам и так далее, и так далее. То есть происходит опять произвол, который мы же, к сожалению, допускаем, потому что мы, к сожалению, избираем парламент, который далеко не всегда нас представляет. Но я последнее скажу коротко. И последнее слово будет за мной. Последнее слово будет не за мной, а за календарем. Надо поблагодарить судьбу, что эти третьи выборы проходят в високосный год. И еще на целый один день мы будем дольше любимчиками наших депутатов, их партии, их лидеров и так далее. На один день. На 24 часа. То есть ты все еще тешешься надеждой, что ты чей-то любимчик. А третьего часа марта уже нет. Я рассчитываю все, что еще один день будет дан избирателям на то, чтобы подумать, за кого голосовать. Но я слишком оптимистичен. Может быть и так. Спасибо. Спасибо за этот разговор. Спасибо вам, что вы были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч.